Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодняшний вот этот короткий видеоролик будет посвящен томатным палочкам. Все вот об этих палочках томатных, как использовать, когда вставлять. Просто уже очень вопросов накопилось, касающихся этих палочек. И вчера, когда Андрей спросил, как мы их заколачиваем, чтобы не поранить стену теплицы, я поняла, что некоторые люди вообще не представляют, как ими пользоваться. Я сейчас расскажу. Потому что в коловой культуре не все регионы выращивают, но вот у нас все поголовно в наших районах выращивают именно с привязкой к кольям и в теплицах, и на улице. Мы считаем это очень удобно. Про количество кольев многие говорят, ой, их много так надо. Мы их покупаем один раз, и в течение 6-7 лет этот колышек, он действует. Потому что я вот отношусь к колышкам как, ну, бережливо. Если в прошлом году, видите, вот видно грязный, я его втыкала этим концом, то в этом году, для того, чтобы не было как загнивания, я буду втыкать другим концом. А этот конец, который в прошлом году был во влажном грунте, он у меня будет сохнуть. Это предотвращает вот эти концы колышков от гниения, и они очень долго у меня служат. Втыкать колышки нужно сразу после высадки. Почему? Потому что в это время корневая система у томатов еще очень маленькая, и она не расположена по всей луночке, а именно у этого томата здесь, у этого здесь. Вот сейчас я высадила два крошечных сеянца кармен с такими красивыми картофельными листиками, он отличается от других, и я сразу между ними поставлю вот этот колышек, потому что сегодня я могу поставить его сюда без труда, он войдет как в масло. И когда Андрей писал, что чем заколачиваете, чтобы не разбить крышу, вот смотрите, легким движением руки, все, на 20, даже на 30 сантиметров, я, женщина, не очень сильная, могу его воткнуть. Так, если сегодня он легко втыкается, завтра нужно уже приложить усилия, чтобы его воткнуть, ну а через два дня его действительно будет тяжело воткнуть, поэтому вот есть две причины, чтобы втыкать их сразу. Во-первых, пока корневая система маленькая, во-вторых, пока влажность, вот здесь почва мягкая, сильная и такая смоченная, он войдет как в масло туда. Все, вот это про то, когда втыкать и почему рано. Если упустить, даже не про корневую систему, если упустить вот постановку этого колышка, то высокорослые томаты могут завалиться. Вот видите, если эти я высадила маленькие, то эти уже большие, вот они с бутончиками, с цветочными, и видите как, они уже клонятся. Если вот этот колышек я сегодня не вставлю, не подвяжу, он может упасть на пол, это не очень хорошо, он деформируется, его этот стебелек, и он будет плохой. Вот я сразу высаживаю, вот они красавцы два. Я сразу высадила, если они высокие, сразу их подвязала, чтобы они именно вверх смотрели. Если вот такие маленькие, совсем малыши, такие мне тоже нужны. Но я могу подвязать, прийти через неделю. Все. У нас колышки, на вопрос, где я их покупаю, у нас колышки, так как я говорю, что все выращивают, продаются в каждом строительном магазине. Так и написано. Палка помидорная. Вот, метр пятьдесят она длина. Когда мы ее заглубляем на двадцать примерно сантиметров, она получается колышек метр тридцать. Это вполне подходит и для детерминатных, и для индетерминатных, потому что обычно полтора метра дальше уже, вот здесь, когда до метр тридцать, они дорастут. Если я потом, будет позволять погода, я потом могу еще верхушку вот сюда подвязать, к верхней конструкции. Она как раз получается очень хорошо. До сюда он дорастает. Потом раз сюда верхушечку подвязываю, и все. Но выше двух метров никто, конечно, не выращивает. У нас еще лето короткое, тут уже потом будет зима. Колышка вполне такого нам хватает. Если нет, иногда палки помидорные у нас в магазине, у нас есть штакетник. Вот точно такие же палочки, только эти, видите, как они четырехугольные, а те немножко чуть вытянутые. Люди покупают и такие помидорные палочки, штакетник. Он тоже полтора метровый, метр двадцать, разная высота. Все вот это, все о помидорных палочках. Мы всегда выращиваем вот на таких палочках. Они нас очень выручают. Видите, даже вот когда на время похолодания не надо никаких дуг, ничего. Раз на эти палки, накинула кровной, и все. К тому же я услышала комментарии, что зачем так рано высаживаете, проблемы наживаете, еще укрывать. Так в том и смысл, зачем тогда мы ставим теплицы, зачем вот это укрывное, только для того, чтобы укрывать. Для этого и существуют ранние посевы, высадка, чтобы их укрывать, сохранять, чтобы получить пораньше урожай. Какие это проблемы? Это удовольствие. Работаем с растениями, ухаживаем за ними. Это не проблемы. Проблема это другое. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это все, что касается помидорных палочек. Кто не пробовал выращивать на палочках, посадите один рядок, попробуйте, может быть вам понравится. Идеально подходят для низкорослых, детерминатных сортов. Которым не нужна эта шпалера во всю длину. Вот, пожалуйста, метровый кол. Она до него, до верха дорастет и все. Держится хорошо. Любой вес плода удерживает. Томат не клонится, не качается. Зафиксирован плотно. До свидания. До свидания.